В конце июля в России и на Украине отметили День Крещения Киевской Руси и тысячелетием представления князя Владимира Великого. Президент Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях Киевского Патриархата, который позиционирует себя в качестве национальной церкви, и полностью проигнорировал торжества в Киево-Печерской лавре Московской УПЦ. Напомним, на Украине действуют три православных церкви. Одна – каноническая УПЦ Московского Патриархата и две непризнанных, среди которых самая крупная – так называемый Киевский Патриархат, во главе с Патриархом Филаретом, отлученным в 1992 году от Русской Православной Церкви и преданной Анафеме. Филарет – непризнанный патриарх. И его непризнание во всем мире больше ширится и ширится. Мы сейчас возвращаемся к тому, что если он, как говорит, действительный патриарх украинского народа и заботится о своем народе, проявляет к нему же палстерское милосердие, то зачем в руки этого народа вкладывать оружие? Я бы понял, если поехал за хлебом. Украина голодает, дайте хлеба. Пенсионеры не получают пенсию, дайте средства пенсионерам, дайте возможность выжить, пришлите гуманитарную помощь. Ну не видишь автоматов, противогазов и средств там связи. В отличие от патриарха московского и всея Руси Кирилла, который неоднократно призывал Порошенко к миру и выражал надежду, что новая власть сделает все возможное для незамедлительного прекращения кровопролития и примирения украинского общества, лжепатриарх Филарет поддерживает украинских националистов. Посещая Соединенные Штаты, он призывал президента Барака Обаму предоставить Украине оружие для убийства жителей Донбасса. Кстати, их Филарет сравнивал с Иудой и заявлял, что убийство сепаратистов не является грехом. Религиозный лидер Украины неоднократно требовал поставок оружия, поддерживал карательные операции и освещал военную технику. На праздновании тысячелетия представления крестителя Руси князя Владимира он в очередной раз назвал Россию главным врагом Украины, однако Варух оценивает обстановку иначе. Внешнего врага ведь нет. Вот вся беда, что нет внешнего врага. Никто через границу не перешел, никто ничего не оккупировал, никто бомбы на них не бросает, никто ничего не делает. А уж между собой-то договориться. Да если бы Филарет захотел, завтра бы на Украине был мир. Вместо понятных любому здравомыслящему человеку христианских призывов, вождь украинских раскольников ударился в политическую пропаганду, противоречащую канонам христианства. Называл массовые убийства мирного населения богоугодным делом, советовал закрыть границу и ликвидировать всех так называемых террористов. Но беда Филаретов в том, что он еще и поддерживает вот эти национальные интересы. Самостильность Украины. Ну когда Украина была самостильной? Ну может быть ей Господь даст эту самостильность. Я не говорю, что такого не будет. Но самостильность на крови не поднимается. А потом беда-то в том, что в этот процесс смешиваются силы извне, если бы только там были украинцы. Там же есть и представители различных сект, которые туда хлынули, которые терпеть Россию не могут, они настраивают. Там есть и ряд самозванных священников, которые благословляют этих вояк. Там есть и капелланы различных церквей западных. То, что Киевский патриархат опирается на связи в государственном аппарате, СБУ, экстремистских националистических партиях и движениях, занимаясь собственным пиаром, ворох знает не понаслышке. Подлинные интересы Филарета и его окружения курганский священник наблюдал своими глазами с 90-х годов, когда был рукоположен в сан архиепископа Тобольского и Енисейского, митрополита Сибирского, при непосредственном участии Филарета. Религиозным лидером Украины, скорее всего, была даже на руку судимость нового подопечного по статье 64 УК РСФСР за измену родине в пользу США. Ворох уже более чем десятилетнее пребывание в местах не столь отдаленных открыло глаза на то, что пытались скрыть Филарет и его заокеанские хозяева. Именно американцы через Киевскую церковь рекомендовали Вороху создать в Заурале украинскую православную диаспору, делая упор на националистических организациях. Переводить богослужения на украинский язык, сотрудничать с американскими капелланами, акцентировать внимание на фактах несоблюдения религиозных прав и свобод прихожан или любых притеснений адептов. Из Киева была прислана религиозная литература для проведения служб и литургий на украинском языке. А цветные вставки в закон Божий скорее предназначены для личного пиара Филарета, чем для понимания богословской книги. Мы сошлись на том, что я организую, создам общественную организацию украинской православной казачьей общины, что я и сделаю, я ее зарегистрировал в Министерстве юстиции по Курганской области. Спрашивают, Владыка, вы как живете? Вас там гонят в России? Вас преследуют конкретно там? Я говорю, да нет, как бы все у меня хорошо, и службы совершаются, как бы приходы не гонят, Министерство юстиции есть у меня регистрация. Они говорят, а нам вот известны факты, что с российских солдат срывают крестики, в тюрьмах запрещают носить крестики, отбирают Библии, Евангелие запрещают читать. Мне сказали, Владыка, они могли бы нас ставить в известность о подобных случаях? Вот там вот это произошло, там вот это произошло, там вот это вот произошло. Где-то закрыли общину, кто-то там был осужден за свои религиозные убеждения, кто-то там перебежал в посольство другой страны, целая община пятидесятников. Нам бы хотелось вот эти факты знать, они и выдуманных там из средств массовой информации, от первого лица, они могли бы нам их доводить до этого сведения, как можно регулярнее, мы бы могли освещать. Но если у вас возникнутся там какие-то проблемы, то вам, как бывшему политзаключенному, любое консульство или посольство окажет политическое убежище. Мы вас очень хорошо знаем, мы все это изучили. Ну и это говорил один из военных корреспондентов от корпуса Капеллана. То есть мне было прямо в лоб сказано, что я должен не положительные аспекты освещать реализации законодательства в оккультах, а именно вот отрицательные стороны, как можно больше и как можно больше изгущать эту картину. В процессе образования Киевского патриархата Варуху в числе других священнослужителей их устраивали встречи с представителями иностранных посольств и посланников из Соединенных Штатов Америки. Был устроен торжественный прием с представителями консульств, посольств, папского нунсата, посланников греко-католической церкви, практически всего дипломатического корпуса, где был зам президента. После беседы с Капелланами у меня были сделаны выводы, что интерес их был далеко не в религиозных аспектах. Также прозвучало о том, что я должен взять все украинские национальные образования, которые есть в общественной организации, на территории Сибири, как бы под свою опеку. То есть там есть лица приверженцы московского патриархата и возник вопрос совершения службы на украинском языке. В 2008 году в Курганскую область за помощью Кваруху приезжал корреспондент Черниговской газеты Александр Волощук, который собирал материалы о репрессиях сталинского периода, акцентируя внимание на притеснении украинского народа. Его интересовали места бывших лагерей для политических заключенных, в которых отбывали свой срок украинцы и выходцы с депортированных украинцев. О том, что жили они в невыносимых условиях, умирали, их не кормили, над ними издевались всячески. Места их захоронения. Он провозил очень интересные фотографии, где установлены кресты, на крестах украинские вышитые полотенцы. И что он готовит к изданию большую книгу о депортированных лицах на территории России, которые сидели именно в концентрированных лагерях, и в Соединенных Штатах ему помогут ее издать, эту книгу. Что средства он получит на издание этой книги. Я задал ему такой вопрос, о чем же эта будет книга конкретно. То есть общими словами, что у нас депортировано и умерло много людей, это никому не секрет. И по Волжье был мор, и много людей умерло, и много политических заключенных, русских, латышей, литовцев. Почему именно нужно делать этот акцент, что именно украинцы больше всех пострадали? Он мне сказал такую мысль, что организация искусственного голода на Украине, то есть голодомора, как это они говорят, именно было направлено только против украинского народа. Ну и тут же были приведены цифры и умерших с голодом по Волжье. Но акцентировалось именно на том, что если он будет обходиться словами общего характера, то просто эту книгу он не издаст. Именно тот, кто финансирует его в Соединенных Штатах, были заинтересованы в освящении именно голодомора и депортированных лиц на территорию России. Проявление к ним, ну, я не знаю, одной из форм геноцида. Все эти действия по указке зарубежных финансовых, коммерческих и политических структур далеки от дел церкви, говорит Варух. Зарубежные поездки лжепатриарха Украины, интриги и скандалы в надежде получить международное признание, публичные контакты с представителями государств, враждебно относящихся к России, христианству в такой круговерте места не остается. Последние многочисленные призывы к США и Европе оказать Украине всяческую помощь в локальной войне на востоке страны, то есть, по сути, призывы к кровопролитию приведут лишь к тому, что непризнание Филарета как патриарха и его окружение будет только расти, убежден священник. Истинный слуга Божий должен взывать к милосердию, а не вкладывать в руки своего народа оружие.